Продолжается открытый чемпионат городского округа Щелково по мини-футболу. В минувшее воскресенье на паркете универсально-спортивного комплекса Подмосковья встретились команда Риковери, ее футболисты в синих футболках, и наш город в белых. Обе команды из Щелково. Матч получился по-настоящему жарким. Сейчас играет наш город команда и Риковери. Одна из них представляет собой очень опытных спортсменов, уже десяток лет поигравших на различном уровне, и очень юных спортсменов, но обладающих определенной сыгранностью и уровнем мастерства, способных их противостоять. И это, в принципе, есть на каждом уровне дивизиона. Снимая этот репортаж, мы убедились, что действительно в последней игре второго тура чемпионата в бескомпромиссной схватке, из код которой невозможно было определить до последних секунд, схлестнулись молодость и опыт. Команде Риковери, фавориту нынешнего чемпионата, серебряному призеру прошлого мини-футбольного сезона, гораздо менее именитые игроки не просто закатили гол, но и постоянно досаждали острыми, как молнии, атаками. В результате на перерыв команды вышли со счетом 1-1. Во второй 25-ти минутке история повторилась, соберники обменялись голами, счет стал 2-2. Казалось бы, может случиться совершеннейшая сенсация, ничейный результат, но футбол есть футбол. Игрок из команды «Наш город» Семетей Мурзакулов мог стать настоящим героем встречи. Он забил за пару минут до конца игры свой третий мяч, но судья отменил гол, зафиксировав нарушение. Это был для нашего города шестой фолл, что привело к назначению штрафного 10-метрового удара без стенки. И Роман Гловацких из Риковери уверенно реализовал преимущество. Счет стал 3-2 в пользу сих. Мы уверены, на чемпионате впереди будет еще много интересных, не менее захватывающих игр. Мини-футбол популярен в Щелкове. Недаром уже традиционно чемпионат округа открытый для команд всего Подмосковья. В этом году он закончится форматом плей-офф. Сильнейшие команды в марте-апреле будут повторно играть, что называется, на вылет. Спорткомитет администрации округа сумел привлечь к организации футбольных баталий однозначно неравнодушных, влюбленных в футбол людей. В данный момент они лучшие в своем классе, в своей профессии. Поэтому обязательно будет лучше. По итогам каждого сезона мы все равно же собираемся, собираемся с руководителями команд. Смотрим на, признаем свои ошибки. Есть у нас и соседи, которые этим же делом занимаются. То есть все идет по шажочку, по ступенькам. Но уверенность к улучшению. В этот день в универсальном спорткомплексе Подмосковья прошел еще один футбольный праздник. По итогам весенне-летне-осеннего футбольного сезона были награждены кубками и медалями победители 17 чемпионатов и первенств, в которых с апреля по конец октября участвовали более 2000 футболистов из 116 команд. Андрей Циханович, Михаил Налетов, Щелковское телевидение. Продолжение следует...